Дорогие друзья, всем привет! Сегодня все заполнено только Зеленским, только слугами народа. Какой канал не откроешь, везде прославляется нынешний президент, везде прославляется его команда, везде говорится о том, кто как сборы идут, подготовительная группа, всякие брифинки, какие-то фамилии, которых мы буквально полгода назад вообще не знали, Разумков, а там еще какой-то будет сам его и так далее, и так далее. То есть, по сути, такой жесткой пропагандой, практически это так можно сказать, даже геббельсовская пропаганда, Украина давно не знала, и во времена всех прежних президентов такого не было. Более того, мы видим, что на тех, кто пытается говорить что-то другое, на них накидываются целые поля ботов Зеленских. И это уже как какая-то, как лианами, это как чаще какие-то появились зеленые. То есть, Украина превращается, по сути, в какой-то, ну, своеобразный экспериментальный газон зеленый, где уничтожается любое накомыслие. И вот под видом этого того, что говорится о всяких достижениях Зеленского, он реагирует на все, он реагирует на любые случаи, он показывает свое огромное, как бы, вмешательство, и что он следит, что у него рука все время на пульсе, и он следит за жизнью уже каждого гражданина Украины. Как он себя чувствует, сходил ли он на ночь в туалет, когда он встал, чем он занимался и так далее, и так далее. Спал ли он здесь сегодня с любовницей или своей женой, сколько совершил половых актов и как часто. То есть, мы видим, что, по сути, в нашу жизнь вмешивается какая-то зеленая лапа. Она хочет взять под контроль каждое наше дыхание. То ли мы вредим, то ли мы под душем, то ли мы еще где-то. Вот событие, скажем, последнее, это то, что Зеленский вдруг офис президента перекрыл финансирование городов. Под видом того, что они неправильно используют эти 10 миллиардов гривен. Но это же, это просто преступление, потому что он не имеет права делать этого. Потому что это делается автоматически, это выполнение госбюджета. То есть, нанесен удар под видом борьбы с коррупцией по местному самоуправлению. Почему это сделано? Говорится, что до нового Кабмина, когда он будет сформирован. А когда он будет сформирован, это большой вопрос. Это еще несколько месяцев жизни. К тому времени города могут, может начаться просто банкротство городов. То есть, будет не сразу генеральный дефолт, а дефолт на уровне местного самоуправления. Когда такие города, как Киев, тот же Харьков, например, тот же Днепр, или какие-либо другие, ну, кстати, Сумы, или Чернигов, или Кропивницкий, бывший Кировоград, вдруг заявят, что они банкроты и не могут выполнять свои действия. Я думаю, это связано с тем, что эти деньги забрали у городов, связано с тем, что нет наполнения бюджета. Что, по сути, доходная часть бюджета не выполняется, и сегодня государственный бюджет пуст. Но если пуст госбюджет, то это означает, что пуст тем более пенсионный фонд. И мы слышим, что со стороны людей Зеленского вдруг там некоторые женщины заговорили о верификации вот этих более 11 миллионов пенсионеров. Более того, многие пенсионеры не могут сегодня решить в пенсионных фондах свои вопросы. Фактически все районы и городские пенсионные фонды, там очереди стоят. Люди днями там сидят, а им просто плюют, на них просто плюют эти администрации, эти чиновники, которые там сидят. И странно, почему еще Зеленский вот этим не озаботился? Поехали бы, посмотрел в Киеве, что творится в районах этих пенсионных фондов. Людям не могут решить совершенно простые вопросы. Когда они хотят обменять пенсионное посвящение по выслуге лет на пенсионное по достижении возраста. Что это означает? Не с этим ли связана так называемая верификация, что пенсионеров, видимо, хотят обличить в том, что они незаконно получили свои пенсии. И будут у них изымать их пенсии. И они таким образом будут должны государству какие-то большие суммы вернуть. Может еще именно считают это со штрафами, с какой-то пеней. И вот что будут делать эти 11,5 миллионов украинских пенсионеров, которые так копейки получают, на которые выжить-то нельзя. Тем более, что цены постоянно растут. Тем более, что введен так называемый электрический рынок энергии. И все говорят о том, что водоканалы через несколько недель заявят о банкротстве. И прекратится поставка воды в дома потребителей. Поскольку они уже являются, они не в состоянии оплачивать эти цены за электроэнергию. То же самое надо думать, что будет с предпринимателями. Потому что, скажем, физические лица предпринимателей вдруг нацбанк озаботился принять, разработал новую инструкцию, по которой будут внесены очень жесткие ограничения. Но практически ФОПы не смогут использовать деньги, получаемые ими на какие-либо личные потребности или личные затраты. Им четко пропишут затраты, которые они имеют право делать, а все остальное будет им запрещено. Это означает, что, по сути, уничтожаются остатки среднего класса предпринимательства. Еще одна какая-то мадам заявила, что до конца года фонд гарантирования вкладов ликвидирует более, кажется, 86 коммерческих банков, частных банков. То есть, что? Речь идет о том, что переходим уже к модели полностью военного коммунизма. Сворачиваем. Будет... Может, вообще банков не будет, и денег не будет, как в Камбучии было. Или было так, когда коммунисты-большевики пришли в царской России к власти. Первое, что они сделали, это захватили банки, разрушили их, запретили ходить к деньгам. Потом ликвидировали частную собственность, расстреляли всю буржуазию, расстреляли всех людей среднего и высшего класса, всех священников расстреляли, уничтожили церковь. Кстати, Зеленский говорит, что у нас же церковь отделена от государства. Вот вопрос, он вообще-то, кто он верующий? Если он член Хаббада или Ашкеназии, или кто он такой? Что, вы же видите, прямо после его прихода бедствия просто усилились, которые падают сейчас на Украину. Видно, что этот человек не угоден Богу. Потому что он, видимо, не верует в Бога. Поэтому он говорит, что государство отделено от церкви, что, ну, по сути, он, видимо, не признает православной христианской религии, которой придерживаются более 80% граждан Украины. То есть мы видим, что... А, еще объявили о том, что готовится новый пакет о том, чтобы ввести новые налоговые ограничения и запреты для частного бизнеса. Это обусловлено тем, что якобы они уходят от налогов. То есть, если посмотреть риторику Зеленского, Разумкова, Остричука и всех его остальных людей, ну, я уже не говорю про офис президента, там сидят вообще колоссального ума люди, то они все время говорят об ужесточении санкций. Они говорят о том, что они будут бороться с коррупцией. Да как с ней бороться, если государство стационарного бандита остается? Если мы посмотрим, каких чиновников Зеленский расставляет, он просто шило на мыло меняет. То есть это просто фактически замена людей Порошенко и его клановой корпорации, банды его на своих людей. Но от этого же лучше не станет. Сколько, всем же известно, сколько они говорили, сахар, сахар, во рту сладко не будет. То есть денег не добавится, частной собственности не добавится. Поэтому готовится пакет еще более драконовских санкций по уничтожению упрощенного предпринимательства. Говорится, кстати, надо обязательно, есть такой у него там еще человек, зам РНБО, который говорит о том, что необходимо какую-то амнистию капитала сделать. То есть фактически говорится о том, что будут преследовать всех, кто занимается капитализмом, кто занимается развитием частной собственности, кто создает прибавочную стоимость. Вывод какой могу сделать? Что под вот этой всей бравурной защитой прав людей, борьбы с коррупцией, арестами каких-то, вот там одного арестовали замминистра, уже три дня все говорят только про это. То есть любые другие новости просто отсекаются. Например, что погибло опять четыре или сколько людей на фронте. То есть ситуация на фронте сегодня вообще уже Зеленским не обсуждается. Что он провалил все переговоры с Путиным и контакты с Путиным. Это тоже не обсуждается. То есть мы видим, что вот за вот этой буфонадой, за этими криками про борьбу с коррупцией и про то, что защитят любого украинца, он готов защитить. Мы видим, что по сути ведется целенаправленное уничтожение основ капитализма, среднего класса, народного капитализма в Украине. И переход готовится на модель военного социализма. А дальше, естественно, наступит модель военного коммунизма. Это карточная система, это охота за всеми, кто имеет частную собственность, это уничтожение частного бизнеса, национальной буржуазии и так далее, и так далее. Читайте коммунистические книги, там все про это говорится. Вот что, дорогие друзья, вытекает из того анализа, который могу вам сегодня предложить. Поэтому всем благодарю за то, что вы меня смотрите. Но более активно подписывайтесь, лайкайте, ну и делайте, пожалуйста, перепосты. Ну и до новых встреч. До новых встреч.